Итак, дорогие друзья, сегодня 6 декабря 2021 года, проходит жизнь. И я, наверное, все-таки обязан перед Творцом рассказать о том, успеть рассказать о том, что было на Украине. Ну и, естественно, потом вы сделаете вывод, возможно, что будет. Нет. Я десятый или сотый раз берусь за этот материал. Я давно его подготовил, и все никак не решался, думал. И почти уверен, что это материал не для сегодняшнего дня. Потому что если бы люди понимали то, что понимаю я, в 70 лет, человек, который имел в руках власть и деньги, и славу, и все, о чем только мечтают люди, то, конечно, уже страна развивалась бы совершенно под руком. И я уже все сказал. В принципе, это всего лишь как бы подведение итога и какая-то целостная картина истории Украины из уст мэра Киева, дважды мэра Киева, человека, который никогда не предлежал никакой партии. И как меня не загоняли в них, так я и не оказался нигде, и не под кем. Почему именно я могу рассказывать об этом? Потому что я был практически четвертым человеком в стране. Может, и третьим, не знаю. Ну, президент, премьер, а дальше я других людей за людей не считал. Потому что мэр Киева – это не мэр Харькова, или мэр где-нибудь в Закарпатье, в селе, или даже мэр Днепропетровска, или любого. Это человек, в руках которого сконцентрирована очень большая власть в результате того, что он обладает возможностью принимать важные для всех мажновладцев решения. Какие, я не буду говорить. Потому что это не суть нашего разговора. Просто нужный человек, с которым всегда попить чаю, рассказать, приблизить к себе. И вот в результате этих приближений, в результате того, что я был на всех совещаниях самых важных, на всех днях рождениях, на всех праздниках. То есть, меня считали они за друга. И поэтому я знаю все, что происходило внутри. И я был такой же наивный, как и большинство людей, которые смотрят меня в эфире. И так же, как и вы, когда пошел в парламент, я считал, что вот я сейчас сделаю переворот. И депутаты дурачки, и они просто не понимают, что нужно делать. Вот подскажи им, как я сейчас выступаю перед вами, то же самое. Если бы тогда был интернет, в жизни бы я не пошел в парламент. Потому что моя цель была очень патриотичной. Рассказать, как сделать быстрее страну богатой. Мне это было нужно. Потому что богатая страна, много клиентов в банке, которые я создал и обожал эту работу. И получалось. И получалось здорово. Но первый же мой контакт, когда я уже заканчивал свою первую каденцию. Кстати, Верховный Совет законспирировал все мои выступления. Я не могу ни одно свое выступление поднять, потому что они почему-то, ну, как и все остальные, они с грифом секрет. Но если бы их рассекретить, вы бы увидели лица даже сегодняшних, многих депутатов, какую хрень они... Да. И я думал, ну, не понимают. А потом понял. Это я дурак. Это я наивный. Они все понимают. Я там один такой оказался, который не пришей кобыль и хвост. Ни в какой партии не состоял и ни к кому не примыкал. Вот они меня и мочили с утра до вечера, где только возможно. Ну, да ладно. Первая моя встреча, которая показала мне всю гнилость Кучмарской системы, когда я встретился с Лазаренко в его кабинете. Ну, я депутат, еще банк не такой большой, ну, как бы бизнесмен, известный. Ну, и вот я сажусь за представной стол, он ко мне, премьер-министр. А кто я такой тогда? Я так считал. Мне было 43-44 года. И он мне говорит, ну что, Леня, пощипаем Украину? Он меня в первый раз видел. Я удивился. Он посмотрел на расширенные глаза, говорит, да ладно. Я все о тебе узнал. Ты свой в доску. Давай. Завтра я делаю постановление, не буду говорить о чем, но постановление, которое бы подарило мне многие-многие миллионы долларов. И дело пойдет. 50 на 50. Вот тебе мой счет. Ну, у него просто было мало времени, потому что надо было других принять. И он принял. Где-то около, наверное, 500 человек. Он их всех погубил, потому что его потом посадили в Америке за коррупцию. Что ждет всех абсолютно коррупционеров? Поэтому вы им не желаете особого зла. Все олигархи, коррупционеры подпадут под законодательство европейское или американское и будут нести ответственность, потому что там уже давно устанавливаются порядки, когда грязные деньги не проходят. Ну, так вот. Сунул у меня на прощание счет. Я слова не сказал. Вышел из кабинета, но он подумал, что все нормально. И присел дальше грабить Украину и пощипывать ее с дурачками, кто на этот счет отправлял деньги. А если на счет офшорный отправить хоть что-то, потом ты уже в Америке никому не объяснишь, за что ты их отправил. Они черные, потому что не будет истории отношений, нет договоров, ничего нет. Вдруг деньги попали. На счет. Ну, сегодня же уже говорят, что офшорные счета это не проблема. Ну, наверное, не проблема. Я же не буду судить. Это не моя функция. Кстати, по поводу того, судить не судить. Ну, если бы кому-то захотелось узнать подробности, ну, лучшая квалификация, чем у меня, было бы и не найти. Единственная должность, на которую бы я согласился, найти все деньги, украденные в Украине, в разные периоды работы разных президентов. Вот тут же они рассказывают историю, как они помогали стране. Вот. А откуда же я это все знаю? А потому что мэр Киева, это не мэр Харькова, Львова, или Чернигова, или Зачепиловки. Это человек, в руках которого сконцентрированы очень большие полномочия. И всем обязательно что-то надо. И кто-то обязательно придет, от генерального до негенерального. И кто-то что-то попросит. И нет такого, чтобы не попросили. И президент попросит, и премьер попросит, и министр попросит. Кого послать, кого нет. Большая власть. А потому я был на всех дни граждан, я видел все, что происходило с самого начала. Как только я попал, я считал, что, как и вы, что эти люди просто не понимают, что надо делать. Потому что даже в любой парикмахерской, любой таксист называл правильные вещи, куда в страну везти. А депутаты не понимали. Ну я им рассказывал на пальцах, на примерах. Считал, что они не понимают. На самом деле я был дурачком. Да и вы многие дурачки. Потому что вы ищете человека с крыльями, который прилетит и возьмет в руки всю экономику страны и все сразу встанет на свои места. Ну да. С Лазаренко мы закончили просто. Я не успел даже ничего сказать. Он обещал выпустить какое-то постановление, которое лоббирует мои интересы, которые тогда еще не сложились. Он просто преждевременно как бы об этом узнал. Он хотел быстрее вокруг себя собрать предпринимателей. И ему удалось человек пятьсот под себя подмять. Они переводили деньги на офшорный счет и потом их в Америке всех арестовали. какое дело. В Украине они бы до сих пор жили. Зачем они туда смылись? Не знаю. Ну в общем что сказать. Я ничего не ответил Лазаренко. Но вид у меня был конечно же я не хватал флаг Украины и не махал у него перед новцем. Нет. Я такого не делал. И на прощание он сунул мне свой офшорный счет и сказал 50 на 50. Я понял о чем речь. И я пошел не помню куда. А он к себе за стол продолжать грабить страну. искать таких как я. Да. Жалко этих ребят. Это были очень талантливые люди. Ну так вот. Теперь я для начала истории скажу вам о том важном что все время у меня на душе. И я все думаю поймут не поймут фикс с ним. Вот к примеру. Многие мне спрашивают меня ну вот вы умничаете ну скажите кого нам избрать кто тот человек который страну подымет на ноги. Вы правы этим вопросом вы все ставите на свои места потому что не может страна находиться все время в униженном каком-то состоянии в униженном или в каком-то не униженном да страна или падает и этот процесс бесконечный пока от нее ничего не останется а как это фантазия я не хочу сейчас об этом говорить или она все время растет по-другому не бывает на ровном месте не бывает и вот представьте себе сейчас что вы возглавили страну вы президент Украины самой большой европейской страны с громадным потенциалом вы честный человек вы никогда не позволите себе вытащить у другого из кармана хоть что-то ну вообще честно вы учитель или врач или кто-то и тут вас замечает какой-нибудь там Сорос или не знаю кто или ну какой-то человек который хочет из Украины сделать патриот Украины где-то из Канады не будем Сорос он все-таки да не совсем украинец вот берем богатого канадца там был такой с усами ой такой знаменитый воровал как и как и все другие хотя был возведен Кучма или не помню Льющенко в большие люди да потому что в Украине нельзя делать бизнес нельзя делать бизнес без воровства ну об этом сейчас я чуть позже расскажу и вот этот человек Богданова по-моему его звали он из Канады он имеет деньги имеет телевидение в Украине и говорит слушай врач Петренко я тебя сделаю президентом я знаю ты честный и с образованием у тебя нормально я помогу тебе в некоторых вопросах и диаспора поможет вот и вот вы президент вы приходите и садитесь в это замечательное кресло и перед вами вся страна и ее бюджет теперь я вам расскажу тайну из тайн почему мне вдруг эта дурная мысль в голову пришла потому что недавно я смотрел какой-то американский фильм и там речь сюжет был построен на 80-х годах и там шла речь о том телевизор смотрели герои этого фильма и по телевизору выступал какой-то мужчина который рассказывал о состоянии бюджета Америки я думал чего он это рассказывает оказывается это целая программа в этой стране она постоянно действующая в других странах людям простым объясняют что такое бюджет как только вы об этом узнаете вам вы уже сделаете большой шаг к тому чтобы в стране коррупция прекратилась ну и вот представьте себе пещеру типа Сим Сим из этого мультфильма которая завалена бриллиантами золотом валютой палладием платином что там еще есть да вот тем что у нас добывают эти я забыл нефть газ ну все на свете и причем деньги поступают каждую секунду не в час каждую секунду валится лимон из каких-то щелей из просветов пещер в каких-то и ручейки валюты потому что государство которое мы создали да оно это я поздно понял тоже в другом мире там где у пенсионеров большие пенсии а у рабочих большие зарплаты вот там есть понимание того что государство мы создаем для того чтобы оно нам служило оно о нас заботилось как любящая мама и папа и конечно мы мечтаем как его дети чтобы оно богатело потому что если оно богатое оно может купить нам красиво велосипед или машинку когда мы маленькие потом компьютер когда мы подрастаем так вот мечты мечтами и вы увидели как самый честный человек сколько всего и все время оно валится потому что государство мы создали и даем ему сразу громадные полномочия получать налоги и выплаты всякие из разных разных источников с вашей зарплатой высчитывается какая-то часть налогов бизнесмены платят с налогов и воры платят с налогов и МВФ дает нам кредиты это отдельная история и государство размещает облигации и на таможне с утра до вечера воруют когда они уже нажрутся вот и разные штрафы разные пени ой боже чего только нет и не придумано государство вот я брал википедию и смотрел что же там такого да ну это миллиарды от продажи оружия от добычи полезных ископаемых пенсионные взносы миллиарды от продажи патентом в том числе и патенты на казино кстати сказать вот по казино да ну сейчас одна секунда это все ежеминутно в википедии все вы увидите только одну сотую часть этого очень много вот я недавно в грузии прочел статью о том что я обращался к правительству грузии еще 2014 году чтобы они прекратили закрыли закрыли каналы для онлайн казино я не знал тогда о цифрах вот оказывается сейчас премьер выступает с этой идеей онлайн казино грузины 3 миллиона всего их осталось они разлетелись уже по всему миру бедные не знают как вырваться из этого горя тоже коррупция и беспредел миллиард 600 миллионов выкачивает из своих карманов ежегодно в нищей стране нищие люди воруют что угодно делают из карманов своих матерей старых там не знаю что они там продают квартиры оставляют их бомжами это такой ужас во первых ну многие не знают а я пережил я был картежником я знаю что это ужасная зависимость в советские времена я играл в карты и я хорошо играл и выигрывал и проигрывал но больше я все-таки выигрывал и я знаю что если бы я не влюбился тогда в свою единственную которая меня когда ожидала она могла просто потерять сознание а из-за карты я мог опоздать на свидание и я тогда поклялся в себе ей и бросил так вот это фактически уничтожает население это кошмар это наркомания настоящая наркомания на которую присаживают начиная с детского отца миллиард 600 миллионов а сколько же это в год идет в Украине а к чему я это рассказываю а к тому что копейки в эту пещеру от этого миллиарда от этих миллиардов не поступает потому что все эти онлайн казино содержатся открываются офшорными компаниями то есть на тех островах где нет налога я был на многих островах я весь мир объездил слава богу очень много всяких впечатлений красиво здорово я из государства вот я был на не помню Канкун что-то такое острова на которых живет 2000 человек но у них свой президент свой премьер все как положено правда живут на деревьях но тем не менее и вокруг у них дорогущие гостиницы но поскольку мозгов нет и нет нет такого образования как у нас в стране ну они ничего не понимают сидят на деревьях или спят даже на них а парламент и правительство с утра до вечера воруют потому что есть чего это очень красивые места и там самые богатые люди мира собираются там гольф-поля к чему меня заносит вы уж простите да этот миллиард 600 миллионов которые на трехмиллионную страну это я не знаю они бы только на одном этом обогатили бы ее уходит неизвестно куда вот на тот остров две тысячи человек карман жуликам которые возглавляют эту великую двухтысячную страну потому что у них налогов и как вы думаете друзья это что просто так просто так пришел с острова Папуаз куда-то зашел в какой-то кабинет и говорит слушайте о чем нам не открыть онлайн вам то все равно ну чиновник не идиот ему не все равно и я не верю что просто так открывается онлайн казино а вы верите и в Украине надо закрыть нечего им делать а тот кто открыл тот знал что делал ну забыли я говорю о пещере так вот вы видите все это все это богатство и в голове у вас рисуется план завтра вы начнете использовать эти деньги на благо народу ну если вы дурак то вы все раздадите и все один день или месяц поживут здорово потом все пропьют и снова нищие нет ну вы начнете строить инфраструктурные объекты например трубу газовую чтобы Россия через нас газ гнала или заводы какие-то ну приглашаете иностранных специалистов и мы что-то делаем такое что на экспорт идет ну в общем страна богатей строятся дороги не так как у нас с ямами а как положено ну все 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 расцветает ну если вы умные очень ну если вы средние то вы часть туда часть туда но во всяком случае это ваше решение вас народ избрал ваша ответственность вас осудят история или поставят вам памятники по всей стране вам решать но вам же с кем-то надо это делать и вот вас окружают советники причем пробиваются к вам кабинет тех кто расталкивает умеет расталкивать локтями так как никто другой ооо это непростые люди при одном из президентов его был такой да я называл его вы можете посмотреть видео помощник который за то чтобы попасть в кабинет президенту брал 300 тысяч долларов по любому поводу хочешь зайти ну значит ты хочешь что-то решать плати 300 тысяч был такой первый вице-премьер при Ельцине сосковец рассказывая о нем сказку в России но люди которые знают потому что я знал там всех министров вот что за любую резолюцию ну только не такую что кого-то убить или расстрелять чтобы в ту нему не попасть да вот к нему приходит бизнесмен и просит напишите вот что обязываю этот завод работать через меня ну к примеру да миллион долларов любая резолюция миллион долларов приход президента Украины стоил тогда 300 тысяч на протяжении четырех лет кстати он мне тогда этот президент предлагал быть помощником а я так растерялся ну во первых я это прошел до 41 года я много исполнял всяких функций похожих на помощников но тогда взятки не брали вот и я был бы отличным помощником но только я бы 300 тысяч не брал и не верю чтобы они как-то каким-то боком не оказывались у того же президента но хоть маленькая часть и вот вас начинают окружать люди которые говорят ну во первых они имеют удивительное качество они гипотезируют рассказывая о вашем величии я когда попал в мэрию я рассказывал об этом был один помощник из старых ну во первых вы никого не сможете уголить потому что невидуна государственная служба нормальная не пойдет пока не изменятся порядки пока вы не заплатите ему в месяц хотя бы 5000 долларов тогда так сделал Саакашвили и у него не стало в полиции и у него при всех его недостатках о которых я тоже говорил у него в полиции перестали вразят он стал им платить 400 долларов или 500 не помню но это больше чем в рыночных компаниях и у него перестали брать взятки и сейчас не берут ну сейчас уже немножко изменилась ситуация ну во всяком случае вы останетесь с тем же самым штатом а этот штат это специалисты по гипнозу как языком залезть то самое место которое вы все время скрываете кроме ну случая когда находите туалетную комнату боже мой один был такой который рассказывал какой я великий и и он удивлялся каждому моему решению и говорил господи ну это же надо как повезло Киеву с вами ну я как старый и в то время был старый бизнесмен понимал что тот кто подлизывается это взяточник обычно ему что-то нужно ну иначе чего ему лизаться ему надо выполнить что-то здоровое и показать свой уровень чтобы я его похвалил я деловой человек что ему нужно конечно я кое-что знал ну он вот так ходил ко мне год на второй год я стал привыкать и мне стало приятно когда он стал говорить обо мне петь мне оды песни вот ну хорошее слово оно же даже этому к пословице есть приятно да ладно так вот они вас окружат и приведут к вам тех ну они скажут слушайте вы же не знаете куда это все дети у вас есть два пути или звоните Байдену или в Канаду и просите чтобы вам пристали внешнее управление на уровень правительства но если вы это сделаете националисты вас разорвут потому что ныненько Украина ну не треба нам никого там такого ну ну хайваны сами там что хотят то и аэрограф ну в общем так как-то да просто могут ну могут прийти и поджечь вместе с администрацией значит надо своего ну давайте умных и приходят умные те кто потенциально способны поднять украину с колен но они олигархи они привыкли воровать они не способны ни на что у них мозги перекручены настолько они гениальные во многом люди но мозги включены только на одно воровать сначала вы как здравый человек понимаете что это жулики они что-то от вас хотят а потом они говорят вам такие слова уж какой я был человек который понимал что тот кто к тебе подлизывается это твой первый враг но вы не представляете какой лести идет речь когда у жулика мотивация украсть миллион долларов он вам такое расскажет что в конце конца вам понравится начнете слушать а как начнете слушать они предложат вам из патриотических целей они принесут вам миллион документов где будет видно как воруют в государстве до вас срочно надо исправлять а как это сделать где взять людей и они вам их приведут эти люди о красавцы я когда-то разговаривал с Кушнаревым по поводу одного великого бизнесмена которого он завел в кучме а потом он перестал к Кушнареву ходить я ему говорю слушай но ты же знал какой зачем ты его к нему привел а он говорит ты не понимаешь он не просто заходил ко мне в кабинет а его ветром заносило под дверь и он как джинн из бутылки вылазил он был такой такой сладкий я думал я буду дружить с ним всю оставшуюся жизнь вот такие люди и они будут говорить правильные вещи и вы в конце концов им доверитесь и тут они начнут вам говорить о том так было с Кучбой что без вас государство пропадет а что делать куда бежать как просто надо начинать формировать фонд для выборов президента потому что в бизнесе ты рискуешь а в олигархии рискует государство потому что оно за тебя дает гарантии и если ты промажешь и не тот бизнес начнешь ты обанкрутишь страну ну в общем просто дальше они к вам приведут олигархов те скажут что вот мы знаем и они нарисуют великие проекты которые спасают страну но поставят определенные условия а самое главное условия ладно вы продолжаете оставаться честным человеком они вам подскажут великую идею послушайте вы пришли честным человеком но завтра будут новые выборы и вот мы начинаем вам служить вот естественно что мы начинаем давить на тех кто нам дал столько возможности зарабатывать а завтра вас не станет выберут кого-то другого и что мы будем делать но мы бежать из страны не хотим мы хотим чтобы вы честный человек оставались в стране навечно а для этого вам нужно создать фонд и с этого началось падение Украины кстати скучно вам надо создать фонд предвыборных и мы вам обещаем что вот с этих операций у нас будет много прибыли мы поделимся мы поделимся кстати с фонда начинал и Порошенко он ну когда страна он же развил эту истерию безумия полная и с языком и с войной и со всеми делами господи сколько год я наделал этот человек да но он тоже начинал с того что я самый честный пригласил к себе олигархов и богатых людей и все стали скидываться деньгами он ставил условия 1 25 миллионов не знаю суммы конкретно я знаю просто ну очень близкого мне родственника который полмиллиона занес вот сидел он сидел Турчинов сидел Яценюк они ничего не говорили они не говорили что завтра мы тебя не посадим или все что на ней сделаем они просто сидели и молчали что же это означало для того кто заносил им деньги понятно это гарантия того что делай дальше что хочешь ну почти так кстати куда эти деньги делись я знаю что заносили и по 25 миллионов ну так говорили близкие мне люди и пропал фонд предвыборный Порошенко но это же чистое воровство это взятка но никто не станет это расследовать уже все идут по одному и тому же пути всем эти фонды нужны для того чтобы побеждать ой господи и вот вас честного человека Петренко Василенко убедили нужен фонд и он действительно нужен ну наверное нужен ну как без него но как его создать так чтобы не замараться это отдельный вопрос но вы же не подготовлены вы не понимаете о чем речь и вот к вам заносят первый раз сумку и там 30 миллионов долларов из той самой пещеры честные честные мы с них налоги заплатили вот положите себе куда куда в кабинете президента держать нет и тут к вам заходит помощник и говорит есть идея я знаю президента двухтысячной страны вот той на островах и там нет налогов и я вам открою там счет зарегистрирую компанию и мы туда перебросим эти 30 миллионов и тогда и кабинет у вас чистый и все нормальные деньги всегда в вашем распоряжении вы их пустите только на народный интерес только на них и вы согласитесь никуда вы не денетесь но как только вы откроете этот счет вы уже заложник этого помощника и всего этого окружения этим не кончится это только начало я знаю что один из президентов хорошо знаю поставил себе планку 10% янукович ставил себе планку 40% но кстати сказать при януковича почему экономика росла я на этом буду заканчивать дальше буду рассказывать конкретику потому что он пришел с бандой кто у них там главный Ахметов или он скорее всего они оба но над денежными потоками у них стоял Цербер Азаров который сам кстати был почти бессеребренник кроме того только что он собрал картинную галерею на уровне Третьяковской но деньги он не брал купить его просто так нет подарки дали но в принципе у него крепкая как бы основа была не хочу другом был какое-то время господи какой же я был дурак да но не в этом дело и у них было такое правило если крыса заводится это тот кто взял больше чем ему положено или вообще залез туда куда не следует и вы просто выкинут или посадят в тюрьму они не убивали Янукович стал сажать таких в тюрьму Кучма убивал но он не был так эффективен как Янукович потому экономика хоть на 40% но она росла все-таки что-то менялось потому что это все была деловая команда Колесников этот жулик и не знаю негодяй конченый вот и вся эта команда ну я знаю людей которые вернее есть были люди у Януковича которые занимались конкретикой их было немного никого в банду не пускали туда не мог попасть другой человек они были вообще как с другой планеты какой бы ты хороша не был да если ты не одних и не замазан чем-то я не знаю чем они друг друга мазали кровью или каким-то одеколоном что пахли но никто у них у них даже вот если честно сказать ну вот совсем уж близкие были люди вот Хорошковский который собирал с утра до вечера деньги для ну не совсем из бюджета он травил своих сотрудников и выкачивал деньги с таможни заносил но он все равно не свой он не свой какой бы он негодяй не был а он конченый но все равно не свой и поэтому как бы хоть чуть-чуть экономика держалась а вот при других президентах там президенту заносили но воровали все кругу а когда да при Януковиче низкий и чуть выше уровень чиновников их сажали в тюрьму если они брали взятки потому что они забирали у бандитов вот а при Ющенко например у него сквозь пальцы все протекало там Болоха сидел и набивал мешки валюта его где-то поймали на границе с полмиллиарда налички в Швейцарии замяли эту историю там возбудили уголовное дело а он вез ну кто-то накапал на него из друзей из Украины у него то ли чек какой-то был то ли если я не прав пусть Болоха на меня в суд подаст я найду эту информацию и вы найдете ее в интернете и все сквозь пальцы протекало и поэтому ворвали все кругом и страна вообще падала хотя Ющенко начинал очень хорошо как настоящий патриот ну это отдельная история я устал мне же 70 а я уже 34 минуты и 10 секунд болтаю нет так не пойдет тяжело начать но надо закончить когда-то будет все это дело потому что все что рассказывают эти президенты недавно читал ну месяц назад праздновала Украина независимость как они старались для Украины ой блин постарались так обидно в 95 году Кучбан взял меня в Турцию и я тогда встречался с Эрдоганом ну как встречался руку жали там были и предприниматели это только начало его было президентской деятельности он еще имел иллюзии что он страну подымет и у него были какие-то патриотические как бы и вообще он сложный человек и нельзя его назвать каким-то уж таким там Литвин конечно его на убийство подтянул а так он сам по себе не способен был на это да ну так вот Турция была куда там Украина куда там Турция было до Украины и вот я недавно поехал из Грузии специально есть недалеко город Трамбон Трамбан выехал из Грузии господи как будто попал ну из земли куда-нибудь на Марс да там дорога которая уходит за 1600 километров я такой в Европе не видел уровень жизни ну в 10-20 раз выше чем грузинский а грузинский такой же примерно как украинский но чуть ниже я помню как он проводил кучу пресс-конференцию и присутствовали бизнесмены они были подавлены режимом и они так завидовали нам и многие подходили ко мне и говорили как вам повезло с президентом а мы пропадаем не пропали я не знаю историю Турции но Турция сегодня это уровень Европы Европы ну на этом наверное я буду заканчивать я еще правда не успел вас представить Мойше он давно не видел всех такой хороший парень любеобильный здесь его все так любят все так любят хотят со мной когда поговорить на иврите я говорю на иврите говорит только он они не понимают сначала я говорю просто он сегодня шапочку не одел а так обрезан и все как положено я хочу чтобы у всех у вас было хорошее настроение и всем желаю счастья радости и всего наилучшего я подготовил для вас очень интересную тему цели жизни у меня есть много времени над этим подумать смысл жизни вот на чем я сосредоточен и счастлив что что мне 70 и я один я могу подвергнуть самому глубокому анализу все что я делал в жизни все что на моих глазах происходило почему от чего конечно до конца узнать путь творца невозможно но я очень многое понял очень многое выслушал разных лекций великих великих философов здорово ну мы об этом еще поговорим мира здоровья материального благополучия будьте счастливы друзья пусть бог всегда будет рядом с вами и счастье не зависит от денег но когда их нет это такое унижение господи прости и помилуй тех кто не заботится удачи